Девушки отдыхают И что же вы там видели? Вы там видели огромные горы картошки, арбузов, апельсинов, мандаринов, яблок и так далее и тому подобное. В мире компьютерных игр тоже существует свой рынок. И там, на этом рынке, есть своя картошка и свои помидоры и свои ананасы. Как вы, наверное, догадались, к картошке я отношу восьмибитные игры. К помидорам, наверное, сеговский формат, ну а ананасы, мандарины и апельсины, это вот те самые сливки компьютерного мира, которые представляет игрушка Супер Нинтендо. Но начнем с картошки. Восьмибитный формат порадует нас игрушками Королевский Танк, Прорыв и Годзилла. Ну а дальше все пойдет по плану. Шестнадцатибитное царство Сеги, Судья Дред и Супер Нинтендовские новинки Астерикс и Абиликс, Костылевания и Майкл Джордан. Мне так кажется, что вы сейчас сидите и у вас текут слюни, потому что вы мне завидуете такой белой, а может быть даже не белой, а такой цветной, ярко-красочной завистью. Потому что у меня на столе сейчас целая куча игр для Супер Нинтендо, а вот там на нашем Дендзевском столе целая куча картриджей для этой приставки и Сеговская система тоже не осталась без внимания. Вы думаете, эх, везет же этому парню столько картриджей, причем они достаются ему совершенно бесплатно. Но вы знаете, с одной стороны, конечно, это так. Да, действительно, я имею возможность играть во все новые и даже не очень новые игрушки столько, сколько захочу. У меня есть все приставки, начиная от Дензи Джуниор и заканчивая только что недавно появившейся системой Virtual Boy, о которой, может быть, я расскажу вам в одной из наших следующих программ. Так вот, я, честно говоря, в них играю не так уж много, потому что много времени уходит на съемки нашей программы, на то, чтобы монтировать ее, озвучивать и так далее и тому подобное. Но я очень хорошо понимаю вашу зависть. Давайте начнем с самого простого. Начнем с этим видного формата. И, может быть, некоторые из тех игрушек, о которых я буду сейчас рассказывать, есть у вас дома. Посмотрим. Миллионы и миллиарды семей сегодня в России имеют приставки с 8-битным процессором и не считают себя обделенными жизнью, а напрасно. Дело в том, что 8-битная приставка доживает последние свои годочки. Пройдет один-два года и, заглянув в любую помойку, вы сможете увидеть там 8-битную приставку. Потому что у всех по домам будут стоять 16, 32 и 64-битные игровые системы. Ну, а пока мы живем в наше время. Сегодня на дворе 1095 год. Октябрь месяц, средняя полоса. И у меня на столе передо мной 3 картриджа для 8-битных приставок. Вот они какие есть. Годзилла. Не путать с Годзиллой. Потому что Годзилла от слова гад. А Годзилла от слова гоуд. Что значит по-английски бог? Вот такой бог динозаврового нового мира. И изображен на обложке этого картриджа. Что же происходит в недрах этой великолепной пластмассовой мыльнички? Давайте посмотрим. В этой самой мыльничке спрятался Годзилла. Чудо из чудес. И чудовище из чудовищ. В начале игры вам предстоит решить маленькую головоломку наподобие примитивных шахмат. И лягушка превращается в кого бы думали, в огромную гигантскую, я бы даже сказал, бабочку. Пусть это противоречит законам природы. Мы все с вами прекрасно знаем, что бабочки получаются из гусениц. Но ничего в мире новой реальности, все не как у людей. Этот загадочный инопланетный мир полон опасностей. Как это всегда бывает в любой компьютерной игрушке, если она не связана с мультипликационными персонажами. Итак, Годзилла, превратившись в бабочку, проходит длинный путь в ночном небе, наверное, Марса. А это уже другая планета. Здесь враги прячутся за камнями. Причем враги непростые. Надо сказать, что вообще для 8-битного формата эта игрушка не очень простая. И музыка, и шумы, и графика на уровне. Давайте поверим мою реакцию. Насколько быстро я смогу схватить следующий картридж. Старт, внимание, марш! Реакция потрясающая. Просто потрясающую реакцию демонстрирую я, схватив картридж Breakthrough. Внимание, пожалуйста, не надо бросаться к телевизору и бить по нему кулаками. Дело в том, что я не хотел на вас как-то поругаться. А Breakthrough по-английски. Прорыв. Есть такое слово. Break, ломать. А, through, сквозь. Вот сквозь проломать, значит, прорыв. Есть такой клип замечательный, группы Queen. Если бы у меня он был, я бы, конечно, вам его показал. Но к нашей передаче он, к счастью, отношения не имеет. Поэтому Breakthrough в 8-битном формате в моем испании. Это довольно неблагозвучное английское название игрушки идет вразрез с тем, что она очень интересная и динамичная. Вам действительно, в прямом смысле слова, предстоит прорваться сквозь засады и коммунипады к своей далекой цели. Я впервые взял эту игру в руки и, посмотрите, не смог сразу преодолеть вот этот огромный каменный завал. Я наткнулся на булыжник и свалился в пропасть. Потом я стал думать и понял, что машинка умеет прыгать. Да, действительно, она умеет прыгать. Я не буду говорить, как. Вы это сами поймете, когда возьмете в руки джойстик. Вы-то ведь, конечно, сообразительнее меня. Враги падают с неба на парашютах, стреляет из-за валунов. Очень опасная и интересная игра. И снова моя реакция подвергается испытанию. Мне нужно за три с половиной секунды попытаться ухватить этот картридж и показать его вам. Старт, внимание, марш! Есть! Три секунды ровно мне понадобилось, чтобы поймать его и вам продемонстрировать. Вот такая миленькая расцветочка у этого картриджа. Сверху на китайском, конечно же, языке написано А снизу по-нашему, по-доброму, по-английскому написано Король танк. Вы замечательно знаете игру Король лев, Лайон Кинг. Вы замечательно знаете легенду о короле Артуре и рыцарях круглого стола. А сейчас я предлагаю вам познакомиться с королем танков. Представляете, вот такое даже возможно в мире новой реальности. Итак, король танков, его слуги, приспешники и интриганы. Ну, никакого, конечно, драматизма в этой игре нету. Это та самая танковая бродилка-стрелялка, с которой вообще, по-моему, если я не ошибаюсь, началось вторжение восьмибитных приставок на наш рынок компьютерных игр. Да, она, конечно, очень сильно отличается от своей предшественницы. Та была уж совсем простая. Здесь, видите, появились бочки с керосином, которым заправляются танки. Врагов стало гораздо больше. И пошустрее движутся они по полю. Но, тем не менее, игра эта, на мой взгляд, не требует ни реакции, ни сообразительности. Несколько слов о том, что написано справа. Стейдж, это уровень, мы сейчас в первом уровне. Один игрок, второй игрок игру закончил. А, кстати, его и не было. Я играл один. А внизу самая заветная клетка. Написано Enemy. Enemy по-английски враг. Вот 10 врагов мы уже уничтожили. Теперь осталось 9. И больше всего меня умилила финальная заставка игры. Маленький, плачущий танкист, размахивающий флагом, который сдается. Но вы-то не сдадитесь, я надеюсь. Ну что ж, и сегодня я не изменил себе. Три великолепных 8-битных игры только что распластались по вашим телевизионным экранам. И сейчас вам нужно их немножечко так поскоблить, соскрябать в уголочек, чтобы озвучить место для 16-битных монстров. Так, 16-битный формат. И самый его такой черный, мрачный представитель Sega Mega Drive 2. Очень много карт же у нас сегодня для этой приставки. Ограничимся тремя. Это история Тора после, автор Бёрна, ой, даже не знаю, как перевести, после Сжигатель, что ли. И последний карт лишь Судья Дредд. Давайте с него начнем. И чтобы вы поняли, в чем дело, несколько фрагментов из этого довольно яркого, довольно интересного фильма. Участки 11-го квадрата силенный взрыв. Сообщили, что в здании заложена бомба. Звонивший анонимный доброжелатель не предупредил, какой мощности заряд. Ногой, сыночек. Умница. Те из вас, кто внимательно смотрит наши передачи, наверное, скажут, так вы уже этот фильм показывали. Мы действительно показывали фрагмент, правда, другой, но в связи с геймбоевской игрой. А вот Сеговский Судья Дредд попал в мои руки впервые. Посмотрим, кто такой Судья Дредд и с чем его, с позволения сказать, едят. А съесть старину Дредда совсем даже и непросто. Дело в том, что это суперполицейские с суперполномочиями. Он настолько пользуется авторитетом у преступников и правоохранительных органов, что ему позволено разбираться со всеми хулиганами, бандитами и вообще подозрительными личностями прямо на улице, без предъявления обвинений и так далее и тому подобное. Кстати, сейчас довольно взрослые люди, которые, наверное, не играют уже в компьютерные игры, всерьез предлагают вести такой порядок отношений граждан с представителями закона. Мне такой порядок не нравится, но мы сегодня об этом говорить не будем. А будем говорить о том, что игра эта довольно смешная, интересная, очень детально проработаны все фонны и детали, ну, как обычно, в ущерб главному герою. Герой маленький, да удаленький, чего он только не может. И ползать, и прыгать, и летать, и оружие менять, и гранаты кидать. Да всё на свете может наш молодчина Дредд. А вот враги не совсем хороши. Посмотрите, сейчас мы спустимся по лестнице, и, казалось бы, что стоит вот этому верзиле в плаще чуть приподнять оружие и убить. Нет, он стреляет вперёд. И только вперёд. За это, собственно, и поплатился, потеряв огромную сумму денег, которую мы, конечно, не забудем прихватить с собой. На всякий случай. Если в фильме справедливость была восстановлена, кстати, силами самого судьи Дредда, ему пришлось вступить в смертельную схватку, которую вы только что видели на ваших экранах, то судьбу судьи Дредда в сеговском формате предстоит решать вам. То ли он погибнет от лютой смерти, то ли он будет жить и по-прежнему наводить справедливость в своём городе будущем. Следующая игра. After Burner. After по-английски после. Burn, жечь. After Burner, значит, сжигающий всё за собой, наверное, вот так вот. Оставляющий сзади только голую сожжённую землю. Такое вот агрессивное название. Самолётный имитатор с китайскими титрами по бокам. С огромного авианосца под названием Enterprise, что в переводе с английского означает предпринимательство, мы отправляемся на боевое задание. Ничего себе предпринимательство. Нажимай на гашетку и вали самолёты противников в синее-синее море. Они, правда, тоже пытаются заниматься тем же самым, и, судя по нижнему счётчику вашей энергии, не без успеха. Вот сейчас, через несколько секунд, вы станете свидетелем попадания в наш самолёт. Крылатые ракеты противника. Мы ныряем в океан, и, о чудо, выныриваем из него снова. Вот он, мир новой реальности. Возможно, всё. Очень неудобно, что в этой игре нету никакого индикатора того, как далеко от вас находятся вражеские самолёты. Поэтому уклоняться от них нет практически никакой возможности. Они просто подлетают сзади и палят в вас почём зря. Но это только в том случае, если они нападают сзади. А вот если они спереди, тут вам и карты, то есть патроны в руки. Мне очень нравятся взрывы в этой игре. Они похожи на самый мой любимый овощ, на цветную капусту. Часть эта вторая. Самолёт называется, по-моему, F-15. Но, на самом деле, я не очень сильно разбираюсь во всех военных прибамбасах. И в такие игры сам не играю никогда. Ты не знаешь, что я вам говорю, что вы в них не играли. Если вам нравится, пожалуйста, ради бога. Но мне больше по душе что-нибудь такое про людей. Знаете, где есть взаимоотношения героев, есть какой-то конфликт, есть интрига. А тут что? Летишь, газ до пола, ноги в окно. Ля-ля-ля. Мне такие игры не очень нравятся. А вот эта игра мне нравится. Называется она The Story of Thor. Тор. История Тора. Тор, я уверен, что вы никто об этом не знаете, кроме тех, кто читал скандинавские мифы и предания, один из богов в скандинавских мифах. Он был очень сильный, очень смелый и очень благородный, как и все боги, конечно же. Под заголовок этой игры A Successor of the Light. Приносящий свет. Но вот свет приносить ему мешают различные тут жабы, какие-то тут клыкастые обезьяны. А помогает, судя по всему, очень симпатичная, маленькая, на мой взгляд, полненькая девушка с крылышками. Вот она, видите, тут ее, может, вам не очень хорошо видно. Давайте посмотрим ее в картридже. Итак, история Тора. Так, никакой девушки в начале игры нету. Может быть, мы встретим ее здесь, в маленькой деревушке? Нет, и ее не видно. А видно, испуганных на смерти жителей. Чего же они так испугались? Теперь понятно. Вот и они, первые враги. Вы, наверное, заметили, что эта игра немножко напоминает принцессу Зельду и приключения Линка в формате Супер Нинтендо. Я вообще очень люблю формат Супер Нинтендо, но могу сказать без лукавства, что эта игра ни в чем не уступает знаменитой Зельде. Посмотрите, какая великолепная анимация и вообще очень интересный план, как мы, телевизионечки, говорим. Немножко сверху и в перспективе. Справа и слева от вас счетчики здоровья, жизни и, конечно, оружие. У нас осталось очень мало сил, но мне их хватит для того, чтобы победить злодея. Куда же лежит путь дальше? В темную комнату, где мудрый старец, вылезший из погреба, на очень китайском языке объясняет нам, что нужно ударить ногой этот сундук и достать оттуда волшебный дырявый камень. А где же девушка, спросите вы? А вот она маленьким мотыльком выскочила из домика и нам не хватило ни времени, ни сообразительности, чтобы пообщаться с ней. Может быть, у вас получится. Ну что ж, кажется, для Сеги все картриджи я вам на сегодня запланированные показал. И давайте кратенько, очень кратенько поговорим вот об этой коллекции. Это очень такая забавная вещь. Называется она по-разному, но объединена одним героем. Догадались, о ком я говорю? Конечно, это Марио. Марио. Wario Land. Так называется этот картридж. Марио энд Йоши называется этот. И Элли Уэй. Тоже про Марио. Вернее, Марио тут не главный герой, но имеет непосредственное отношение к этой игрушке, потому что изображен на обложке. Самого его в игре нету. Но Элли Уэй сделана на материалах приключений. Марио, давайте посмотрим все три игры блоком, а я о них попытаюсь рассказать несколько слов. Вы будете смеяться, но именно в этом маленьком кораблике, который мечется по низу вашего экрана, и спрятался Марио. Это показано в самом начале игры, в заставке. Больше он не появляется. Очень хитрые разработчики компьютерных игр, они пользуются старым материалом, делая из него новые игрушки. Вы, наверное, узнали игру Arkanoid. Это одна из самых первых восьмибитных игр. Она мне очень нравится, потому что я люблю бильярд, в котором, как известно, угол падения всегда равен углу отражения. Ну, а это Марио и его друг Йоши. Усатый водопроводчик и динозавр. Какая замечательная парочка. Динозавр смотрит, как Марио ловко меняет местами тарелки, на которые падают фигурки. Если вы сумеете подставить под падающего грибочка точно такой же грибочек, он исчезает, испаряется, а у вас в таблице счёта добавляется лишние пять очков. И, наконец, последняя игра в формате геймбой. Warrior Land. Вы, наверное, узнаёте что-то похожее на Марио. Совершенно верно. Это злой брат Марио, которого зовут Warrior, от английского Warrior, то есть воин, воитель. Игра очень простая, смешная, музыка и всё остальное под стать приключениям Марио. Если бы в книгу рекордов Гиннесса заносили данные по компьютерным игрушкам, я уверен, что это будет происходить, но не так скоро, наверное. То Марио стал наверняка бы самым часто появляющимся персонажем в мире новой реальности. Когда издатели книги рекордов Гиннесса всё-таки откроют свои глаза пошире и увидят, что вокруг них не только самые толстые люди или самые большие автомобили, но ещё и компьютерные игрушки, и вы, и мы с вами. Наверняка Марио займёт достойное место на этих страницах. Посмотрим. А сейчас я приглашаю вас в супернинтендовский формат. И первым в моих руках оказывается картридж Астерикс и Абеликс. Кто же это такие? Астерикс и Абеликс это герои очень известного французского комикса. Во Франции, в Париже есть даже целый парк развлечений, который не уступает, уверяю вас, знаменитому Диснейленду. Вон, весь этот парк посвящён вот этим двум персонажам. Толстому Абеликсу и худенькому маленькому Астериксу. Игрушка производства Infogrames. Символом фирмы Infogrames является вот такой вот броненосец. Посмотрите. Не путать с броненосцем Потёмки. Яркая, очень красивая игрушка. Наверное, побывав в волшебном мире, созданном фирмой Infogrames, вам очень захочется поехать в Париж и там посмотреть, как же живут Астерикс и Абеликс. Так сказать, в настоящей реальной жизни. Но у нас с вами новая реальность, поэтому совсем другие пироги. Смотрим. Астерикс и Абеликс. Если на вашем телевизоре есть клавиша регулировки цветов, то, начиная играть в Астерикс и Абеликс, попробуйте немножечко убрать зелёный цвет. Потому что уж больно ядовитые леса и поля, по которым путешествует Астерикс. Ну, а во всём остальном игра просто великолепная. Вот что значит Супер Нинтендо. Вот что значит полный 16-битный звуковой процессор и видео. Посмотрите, какой ловкий и в то же время очень милый и довольно безобидный с виду этот Астерикс. По дороге он не забывает прибирать к рукам всё, что валяется под ногами или висит в воздухе. А в воздухе развешаны вот такие кирпичики, похожие на печенье Дружба, которое я в своё время ел в пионерском лагере. Когда их давали всего по две штучки на полник, здесь Астериксу их предлагается гораздо больше. Несколько пачек. Это первый уровень игры, в котором Астерикс тренирует свои навыки размахивать кулаками, а потом отправляется в морское путешествие. Очень трудный уровень, несмотря на кажущуюся простоту. Практически невозможно с первого раза увернуться от этих огромных валунов, падающих не весь откуда с неба. Но при небольшой практике и желании, что самое главное, у меня, как видите, всё получается. Особенно ценные вот эти звёздочки. Получив эту звезду, Астерикс становится на некоторое время неуловимым и непобедимым. Сейчас точно такую же звезду мы встретим вот на этой галере. Вот этот момент. И теперь в несколько минут мы можем творить, что захотим. Весёлая, очень забавная цветная игрушка для одного или двух игроков. Изобилует всякими загадками, сюрпризами и, что самое главное, 16-ю бонус уровней. Что такое бонус уровень, вы, наверное, все замечательно знаете и любите. Эти уровни, где никто вас не побеждает, а только даётся некоторое время для того, чтобы набрать много золота, бриллиантов, драгоценностей или просто пирожков с капустой. Остерикс и Обеликс. Следующая игра. Кастельвания. Четвёртая серия. Совсем не радостная и совсем не яркая игрушка, в отличие от Астерикса. Но я знаю, что в мире новой реальности среди вас, фанатиков, есть много потребителей такого вот мрачного товара. Действительно, многие из вас просто спят и видят себя в роли отважного героя с всепоражающим хлыстом в руках, который путешествует по неведомым казематам в поисках неведомого своего счастья. На самом деле, девушка на обложке картриджа говорит мне о многом. Не просто же так герой рискует жизнью и сражается с многочисленными мертвецами и скелетами. Наверное, он всё-таки хочет её спасти. Мне это сделать не удалось. Честно сказать, просто терпения не хватило. Посмотрим, может быть, это получится у вас. Ну вот, мы с вами нахолестались кнутом от души. А теперь давайте займёмся напоследок совсем другим делом. Чистым спортом. Но это тоже необычный баскетбол. Хотя называется он Майкл Джорган. И, как у любого баскетболиста, у Майкла всего лишь одно оружие. Баскетбольный мяч. Вы когда-нибудь задержали в руках этот здоровенный рыжий резиновый шар? Если нет, то обязательно найдите и возьмите его в руки. Он действительно очень тяжёлый. Если им попасть по голове, то мало не покажется. Этим как раз и пользуется волшебник Джордан. Он наводит порядок в городе ветров Уинди-Сити при помощи обычного баскетбольного мяча. Правда, им он умудряется побеждать хулиганов, пьяниц и даже вот таких вот зомби, которые шляются по улицам Уинди-Сити в поисках неприятностей. И вот эти самые неприятности Майкл Джордан им причиняет с большим удовольствием. Мне очень понравилась графика, музыка и шумы в игре. И признаться, захотелось пойти в спортивный зал и тоже побаловаться баскетбольным мячом. Итак, в мире новой реальности великолепный баскетболист Майкл Джордан переквалифицировался в киллера. Ну что ж, наша передача закончилась и мне остаётся сделаться управдомом. Но только на одну неделю. Пока!